Первый Дакар в качестве пилота, когда изменили весь состав выезжающих, путь на омоложение, как его назвали, поехали Эдик Николаев, Каргинов Андрюха и я, три молодых пилота, и папа ехал боевой техничкой. Естественно, очень большое было волнение, очень сильные соперники, какие-то герои, целая команда МАН. И действительно, очень сильно переживали. Плюс еще это и первый Дакар для меня был. Чувствовалась большая ответственность, что предстоит отстаивать часть КАМАЗа, часть России. Когда мы стартовали только в первый день, казалось бы, столько впереди, все сложно. Сколько этих кадров мы смотрели, сколько со стороны механика я это видел. Просто огромный ком в голове был, что очень все сложное придется преодолеть. Но с каждым днем, по мере преодолевания всяких трудностей, как-то казалось, что не нужно ничего, в принципе, сверхъестественного. Просто нужно делать то, что нам говорят, то, чем у нас учат, наше старшее поколение. И, в принципе, все будет получаться. Главное, внимание, еще раз внимание, ни на что не отвлекаясь. Хоть и была смена состава, хоть и говорили, что да, в первые этапы, но наверняка первый год, второй, третий, там не будет никаких толком результатов. Но каждый внутри-то надеялся на то, что все-таки получится. Ведь мы их брали не совсем уж не обстрелянных. То есть они у нас поездили в чемпионаты России, поездили в шелковый путь. И техника у них серьезная в руках. Понимая, что не будет сразу каких-то высоких достижений, все-таки они держались достойно. Они где-то, по-моему, в десятке-то были все. Этот Дакар запомнился, наверное, тем, что мы столько колес пробили. То есть постоянно пытались держать высокий темп и нехватку опыта. То есть пытались угнаться и вот ошибались. Тут пробьем, там пробьем. Ну, как-то не везло нам тот год. Уже когда аккуратно даже ехали, просто в места, где перед нами едет грузовик, проезжает. Мы точно повторяем его траекторию и пробиваем колесо в песке где-то. Вот он не достал до этого камешков, зарытого в песке, а мы достаем. И вот меняли кучу колес. Сначала на пятом спецучастке снимает экипаж Эдика Николаева. Это же весьма спорный вопрос. Весьма ситуация такая непростая, непростая. И окажись в этой ситуации кто-то другой, может быть, посмотрели бы по-другому на все это. А тогда задача была не только у наших соперников с нами бороться, но и, к сожалению, организаторы себе задачу ставили, чтобы победил кто-то другой, а не КАМАЗ. Ну и, соответственно, Николаева сняли. До 2012 года были такие призовые места, все как-то шло хорошо-хорошо. И вот 2012 год он с шелкового пути уже начался не очень. Это тоже, наверное, такая судьба спортсмена. Не бывает она идеальной. То есть вот 2012 год был сложным в плане того, чтобы удержаться и не дать себе слабину. Ну, даже понимая о том, что ты сломался, ты сошел и все вроде бы как бы кончено. На самом деле не кончено. Вот здесь вот нужно себя взять в руки и держаться. И понимать, что еще все впереди. Следующий год. Не следующий, так через год. Но идти. Если ты взялся за это дело, если ты боец, то ты должен идти. А мы уже на девятом спеучастке. Хороший был такой спеучасток. Я потом уже смотрел эти тайминги. И видел, что мы этот день-то лидировали. Мы ехали Дерой, Ла Прайс, и мы втроем. И вот постоянно меняясь, там что-то мы в минуте все втрое. То есть хороший такой день был. И не доезжая 30 километров, там был двойный два спеучастка в один день. Спеучасток, нейтрализация и еще один ДОП. И вот не доезжая до финиша 30 километров в первой части ДОПа, у нас двигатель заклинило. То есть начало потеря мощности. Я почувствовал, что все, мотор не едет, не едет. Все хуже, хуже, хуже. Ну, 30 километров должны доехать. Должны. И вот не доехали. Мы остановились, начали разбираться, все, машина не заводится. Мы еще стоим на траектории, вот этот фэш-фэш, пыль, как мука. И вот все нас объезжают, и вся пыль на нас. Мы быстренько выпрыгнули, начали разбираться. Крутим стартер, у нас стартер крутится, а машина не заводится. Смотрим, привод ТНВД не крутится. То есть я понял, что что-то в шестеренках, потому что незадолго до этого дома были проблемы у Эдика. И на шелком пути Эдик стал по такой же, в принципе, причине, у него шестерня развалилась. После этого была произведена замена всех шестеренок. Ну вот попалась очередная, не очень качественная шестеренка. В итоге разобрали, начали разбираться, что там сначала думали, что в поле сможем починить. Мы как раз сломалась не та шестерня, которая вот ломалась дома, которая была в запасе, а сломалась еще глубже. Мы когда все разобрав, поняли, что ну нереально в поле. Мы отпустили экипаж моего отца, который ехал, боевой техничкой. Все, и уже позвонили на бивак, сказали, что все, мы приехали. Мы сначала была мысль снять коробку, снять гитару там втроем в поле, но мы понимали, что нереально. Ну мы будем дня два-три тут колупаться. Нас в итоге притащили на бивак в 11. Это в 11 ночи подъехала техничка, Фарид Азевич Бадридинов и Стас, о, не Стас, Дядя Сережа Савосин. Ночью Дяйдар уже спал в кабине, Антон тоже спал, я ехал с Шибалом Антоном, механиком у меня был. Я всю ночь бродил вокруг машины, что-то не спалось, как-то и вот мы ночью увидели. Знакомый звук, как всегда, Камаза и фары, ну он едут. Приехали и на жесткой сцепке нас потащили. Ну это, конечно, ощущения такие. Дядя Идар пересел к ним в техничку, а мы с Антоном остались в машине боевой. Все, пристегнулись, ну сесть некуда, пристегнулись, все, поедем, ладно, едем. А там этот фэш-фэш и все, понеси. У нас в кабине я не видел Антона, который сидел в соседнем сиденье, его не видно было, там все в пыли, мы не дышать, ничего. Мы там уже моргаем, говорит, он еще думал, ну чтоб остановился, мы подышим хоть, а тот не видит, тоже в пыли, он едет быстрее на асфальт. И вот мы 30 километров, 30 или 40 километров ехали до асфальта, все, выехав на асфальт, кабину открыли, на нас посмотрели, мы просто черные, одни глаза, все, ничего не видно, весь комбез в пыли, ужас просто. И мы нас потащили на бивак уже следующий, не к ребятам, а на тот, который они должны были приехать. И вот в 7 утра, в 7 утра, кажется, мы ровно в 7 утра заехали на бивак и начали уже ремонт там машины. В честь и хвала нашим механикам, они, ну практически день-ночь и смогли машину поставить на ход, то есть они сделали невозможное. В других условиях, наверное, такое, ну никто за это и браться не будет. Я повторю, здесь подразумевается снятие мотора. Они не снимают двигатель, сняв коробку, ну знающие люди скажут, поймут, допустим, надо было снять еще картер маховика, а это деталь, на которой крепится двигатель, собственно, стоит в раме. Вот, была снята эта деталь. И затем поменены внутренности у двигателя. Блок шестерен весь полностью поменяли. И заново все это собрать, и так, чтобы машина начала сама ездить. Да, об участии в гонке не было и речи, но машина своим ходом вернулась домой. Это, ну, не доставило еще лишних сложностей с транспортировкой, с эвакуацией автомобилей. В том числе и автомобиль Эдуарда Николаева. У него случился дефект двигателя, где по приезду двигатель был списан. А там наши механики, опять-таки, смогли восстановить его таким образом, чтобы он мог самостоятельно двигаться. И автомобиль приехал своим входом домой. Своим входом приехал домой. Это показывает, насколько наши механики квалифицированы. Насколько они могут оказать помощь. Вот, практически автомобиль умирал, так скажем. Они его оживили, реанимировали. Во всех других командах в таких ситуациях опускают руки и больше машиной не занимаются. Ее эвакуируют на тралле или еще каким-то образом. Машины обычно финишируют сильно побитыми. Но к чести нашей мы, доезжая на финиш, приезжая на подиум, всегда у нас машины свежие. То есть это тоже руками наших механиков, ночными работами все это делается. Вообще в команде взято за правило. Машина на старт должна быть уезжать чистенькой, помытой. Какая бы грязь накануне не была, в какую бы пыль она не ездила. Что бы ни ожидало на следующий день, с бивака в бой машина отправляется подготовлен. Это еще один из пунктов готовности автомобиля. То есть если не помытый, значит ты еще что-то не успел сделать. Это вот в перечне работ. Мойка автомобиля невременно стоит и всегда выполняется этот пункт. Ведь победа на Дакаре, она не только победа экипажа. Да, экипаж он на острии, он на виду. Но вся победа складывается вот именно трудом вот этих незаметных людей. Но без них ничего не будет. Ни один экипаж ничего не выиграет, если не будет у него дружной, сплоченной, знающей и умеющей команды, которая вот может помочь в трудную минуту, может восстановить автомобиль, может привести все в порядок. Когда ребята перестали принимать участие, сошли, то естественно и уже как бы больше на результат, наверное, пришлось работать, потому что уже мы оставались или зараза, чем вдвоем, спордеем, что либо он, либо я кто-то должен привести хоть какой-то результат о лучшем месте. Поэтому нагрузка выросла. Дня за три, по-моему, до финиша, спецучасток, когда тоже выбирались мы из дюн, и неудачно выпрыгнули и ударились правым передним колесом, острую дюну, точнее, левым колесом передним обострую дюну, и оторвали себе поворотный кулак, и на этом потеряли два с половиной часа, по-моему. Благо, что сзади ехал Легизар Азатович. Отдали ему все, что могли от себя, электростанцию, сварку, там, ну, все, 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 что у нас было и чем мы могли. Но ремонт тоже предполагал небыстрый, небыстрый ремонт, а все-таки мы тогда ехали третий, четвертый, пятый. И чтобы сохранить хотя бы какие-то шансы на, ну, быть ближе к подиуму, было принято решение, чтобы я все-таки поехал. Благодаря еще, наверное, умению Игоря Девяткина, что он хорошо варит, мы починили машину и добрались до финиша. Для Владимира Геннадьевича Чагина это был первый выезд в роли тренера. Выполняли свои обязанности как руководители команды на этом выезде. Он еще и в первую очередь для нас он был как пилот полезен. Потому что мы каждый день буквально по кусочкам анализировали наш весь день, пройденный спецучасток, где какие ошибки были, какие замечания, все это ему высказывали, и он, исходя из своего опыта, нам подсказывал, как лучше в этих моментах справиться. Добытое с трудом все-таки это четвертое место, хотя можно было, наверное, и лучше при идеальном раскладе, но мне оно запомнилось, что каждодневный упорный труд с раннего утра и до позднего вечера. Золотые слова были Семену Семеновичу Якубову, как он нас всегда учил, чтобы выигрывать, нужно просто не стоять. Не нужно, как ошалел и самя голову давить газ, нестись. Это ни к чему хорошему не приведет. Просто нужно не стоять, ехать и ехать, не останавливаться. Ни из-за поломок, ни из-за ошибок пилотирования. Тот Дакар научил и сейчас, вот мы этого принципа придерживаемся, ни одной непроверенной детали. Для проверок используются все возможности. То есть это и гонки шелковый путь, это и этапы чемпионата России, это и тесты наши, вот астраханские тесты, это тесты марокканские, где выезжают машины. Даже сейчас, вот выезжая перед Дакаром, где будут ребята, ну, как сказать, набирать форму перед Дакаром, все равно мы поставили некоторые новые вещи, чтобы их, в общем-то, не везде здесь получается опробовать то, что внедряется в машины. Нужна, может быть, иногда и именно пустыня. Нужна именно экстремальная ситуация, нужно именно, чтобы было далеко от базы, чтобы понимать ремонтопригодность и все остальные аспекты того, что потом ставится на машину. Это урок того Дакара, ничего не проверенного на машине не должно быть. В том числе и экипажи. Экипажи тоже должны быть проверенными, и мы на все тесты возим экипажи, чтобы они, во-первых, друг к другу привыкали, во-вторых, были физически подготовлены, ну, и здоровье не подводило никого. Шелковый путь 2012 года стартовал в городе Москве и запомнился тем, что был дождливый период летом, и каждый день нас преследовало дожди, сыры, трассы были скользкие, дороги были скользкие. Шелковый путь 2012, приехали одни из сильнейших гонщиков, то есть команда «Мана» приехала, команда «Татры» приехала, наш «КамАЗ», «Женафов» было, «Манов» очень много было. То есть, в принципе, очень большое представительство именно в нашем классе было. Серьезные очень команды, серьезные экипажи. Для нашего экипажа гонка складывалась хорошо, под завершением гонки мы занимали твердое третье место. За первое место боролись два экипажа, экипаж Эдуарда Николаева и экипаж Алиш Лапрайза. И последний этап, на один день гонка была сокращена из-за трагедии, случившейся с наводнением, поэтому финиш был на один день раньше. И на последнем этапе произошла, в общем-то, такая драматическая ситуация в нашем классе, но я знаю, что и в классе джипов там тоже было много неожиданностей. При старте мы увидели скользкая дорога, набухшая от влажности земля, разбухшая такая дорога. Там, где нет дороги, где пашня, мы просто проваливались. Последний этап, впереди стартовал и Алиш Лапрайз, и Эдик Николаев, потом мы где-то стартовали позже. И мы видим, что где-то на одном из мостов Лапрайз попадает в ловушку, то есть он начал раньше съезжать с земляного вала, с такой, с дамбы, и проваливается передним мостом, прямо тонет передним мостом. Дальше, продолжая этап, мы видим, что Эдик Николаев тоже улетает, потом мы выяснили, у него была не совсем работал хорошо двигатель, учитывая, что один турбокомпрессор вышел из строя, и получается, что Эдик тоже из-за этой грязи, из-за этой скользкой погоды тоже уходит немножко в сторону от трассы и тоже вязнет. И так гонка сложилась, что мы не ожидая, в принципе, когда прибыли на финиш, за полтора километра до финиша, за два километра где-то до финиша, пробиваем колесо заднее, ну не останавливаемся, финишируем на трех колесах. Выиграли разве еще? Ну, доволен, если выиграл, конечно, мы не рассчитывали на такой результат. Еще на старте у нас было большое отставание из-за поломки вчера, и на старте мы не рассчитывали, хотели побороться за третью позицию, но вот раз получилось выиграть, это неожиданный для нас результат. Для нас это было неожиданностью, не скрою, приятной неожиданностью, но вот так последний день драматически сложился для Лапрайза и для Николаева, для их экипажей.